Терны убивает, и Хэпича недавно на матче, на шоу матча выиграл. Правда, я не смотрел их, но... Дядя Миша, поменяйте название на YouTube. Я не умею, я не занимаюсь YouTube, я занимаюсь только Goodgame. Вот, на YouTube Аспирант, поэтому... Там есть превьюшка, которая наверняка с Варкрафтом и быстро идентифицируется. Поэтому я тыкнул локальную запись, я сделал ретрансляцию, бахнул, и... В общем, не просите меня идти на YouTube или Twitch. Какой сок, смотрите, грустный вообще. Слева Элис, не то чтобы андердог, но нубас. Ну, то есть он и понастроил, и не ожидал от него никто ничего. After four years, да ладно. То есть у него была пауза в четыре года, не играл. При этом Диаблоцк... Ай, хрен с ним. А, грабил лост 3-2. Понял, понял. Что за Алиса? Китайский эльф? Элис? Да я помню, что-то в прошлом было с таким же никнеймом. Ну, не в чатике бот Алиса, но игрок. Но... Не могу сказать, что он что-то выигрывал крупную. Сок играет в кепке. Стиляга. Посмотрим. И, кстати, не она вскидывает интервью с Алисой. Я его не читал. Можно будет прочитать. А, я забайтился на этот, на превьюшку. Интервью с Алисой. Там превью... Просто группа Алиса. Грязный трюк. А тут какой-то... Щупленький азиат. Понимаете? Ой, да ладно! Рефордж графика! Невероятно! Ну, картинка, кстати, довольно приятная. Они явно несколько этих... Итераций сделали. По крайней мере, считываются юниты лучше. Ёлочки... Дерево, конечно. Я уже никогда не привыкнул. Так, ну, Элис играет через Варден, но это Терринас, поэтому Варденка, она... Она заходит очень хорошо. Что-то опять прилетело, видели? Переключился и сразу что-то вылетело сверху вниз. А что, там МК был? Я не посмотрел. Веспов вообще реально не видно. Вообще не видно веспов. По сравнению с оригинальным. Да, да. Будем крепиться. Пошел АОФ. Черт, АОФ вот что, поменяли дамаг, что ли? 37-47. Я был уверен, что у него кратные пяти, то есть 35-45. Но... Ну, это ладно, не так важно. Маутен Кинг здесь первым героем. Смотрим, что выпадет, потому что что Маутен Кинг, что Варден очень зависимы от артефактов. Но напомню, что в патче, который довольно давно вышел, здесь уже пофиксили два самых... Ну как, подфиксили, так скажем, два самых желаемых артефакта. Да, Варден получает второй. Во-первых, у нас большой бутылек маны восстанавливает меньше. И еще на этой карте... Слушайте, а вот... Я на секунду задумался, мне показалось, что амулет маны тоже со 150 до 125 уменьшали, но уже... Я это не помню, если честно. Фуд добил кого-то, поэтому, видимо, Варька второй не получила. Неплохо. Фуд продолжает харасить при этом. Ай, ну что? Вот эти вот мелочи уже, они показывают, что... Ну, это недоконтраливает эльф. То есть он не справляется с движухой, которая происходит параллельно. Амулет до сотки даже срезали. Да, это очень приятно. Сейчас прибежит Варька сюда. Кто там на мышке вообще? В смысле, на опсе сидит. Очень странный. Высасывает ману. Инвул. Ай, не добивает. Маутен Кинг получает третий уровень. Собирает книгу. Ничего Варден не сделала. Абсолютно просто. Он пришел, никого не добил. Прожрал большую инвул. И... Ну, это изи для сока. 2-0 ставка. Так. Ну, это уже реально губежка. Потому что, ну... Обычно после такого не реабилитируется. То есть тебе и харасить не получается. Из-за того, что Варька такая мелкая, она не третья. Да, кого-то добить, не дать третий уровень. Ну, это очень странная, согласен, тема. Потому что у него... Ему очень долго до третьего тянуться было Варькой. А Маутен Кингу надо было, ну, просто не отдать парочку юнитов. То есть одного даже можно было отдать. Варя понимает, что она бессильна второго уровня против такого Эмки. И просто вынуждена крепиться. Но это тоже абсолютно логичный поступок, который, во-первых, сок разведывает футменом, понимая, что Эльф уходит в такой пассивный режим. И, соответственно, сок бросает свой экспант и идет харасить Эльфа. Вот и все. То есть сейчас у него работает Эксп. Он знает, что Эксп в безопасности. По крайней мере, пока не будет персонального телепорта или там Варьки-третий. Да, ну, хотя вот в одиночку, без подкрепа со стороны футменов и троллей лезть Маутен Кингу смысла нет. Короче, его задача, да, сейчас просто находиться рядом. И если Варя стелепортируется на харас, то мы уже будем охотиться, например, на виспов или отменять Хантерс Холл, или пойдем вообще даже на шахту, хотя мало сил, для того, чтобы... Короче, ужасная ситуация для Эльфа, нетипичная абсолютно для ТСа. Да, обычно Варя в несколько... Ну, уже там пару-тройку забегов делает и убивает рабочих харасит. А тут тишь да гладь, что на Мэне, что на Экспанде. Ни одного рабочего Эльф не убил. Ни одного. Без каких-либо проблем. Все. Хочется Вардынке, конечно, и докрепиться, хочется ей, наверное, и... Ботиночки берем. Хочется и шахту подкрепить. Он даже выкапывал барак, вытанковал, но увидел, что к нему бегут, и понял, что под третьим Маунтен Кингом он нормально не прокрепится, естественно. В отличие от Вардена второй, тот товарищ может закидать, особенно вторым молотком, который он взял. Ну, у него молоток баш. Допускаю, что надо будет внимательно посмотреть, когда он взял баш, потому что здесь же на Тейси может быть и два барака, поэтому на втором уровне надо, видимо, не вкидывать стат пока. И... И... Ну, на случай, если будет масс... Да, тут... Преимущество только увеличивается. Единственное, единственное, что сейчас у Элис хорошо, это типа Т2. Но... Сейчас попытаются... Ну, он точно получит уже третий, это понятно. Совсем немножко варьки осталось. Но МК тоже не теряет время. Он сейчас на мастерской и выбивает артефакт. Допускаю, что там будет Дирижабль. А, он взял еще Шреддера даже. Прям фулл экономика пойдет сейчас. Красивый Дирижабль тоже. Класс. Зеппалин может и против Хараса Варденки спасти, и помочь со своим Харасом. Соби Маска, здравствуйте, здравствуйте. И артефакты еще с Соку падают классные. По тролю молоток влетает. Есть... Ну, одного, одного футмена. Минус, минус Арча еще. Еще один футмен минус. Ну, спасает остальных. Очень красиво. Абсолютно спокойно Сок играет вообще. Жалко, что не добьет. А, нет, он может добить. Надо взять и слева высадить. На перехват, на перехват. Ну, покажите. Ну, кто там за этим сидит-то? Надо. Неправильно сделал, что не пошел сразу отдаваться, потому что было понятно, что он не уйдет отсюда никак. Очень собран Элис. Правый нижний угол, обратите внимание. А вот, кстати, Соку-то надо и показать вам. Потому что я вот не прав. У нас же смотрите, что что есть. Оп! Класс. Блин, классно. Мы открыли для себя Сок. Свеженький. Все прекрасно. Вышки, три там. На Мэйне как минимум одна магическая была, но, скорее всего, он еще достроил. Проблемы с лесов у него благодаря Шреддеру нет. Маутон Кинг метит в четвертый. Эльф только-только, только-только доделывает... Будет сейчас ставить, короче, базу Эльфа. Потому что даже несмотря на то, что у него медведи, там, типа Т3, но не ставит нычку совсем. Даже пусть такую мега-позднюю. Смысла нет. Два воркшопа, да. Я не знаю, могут быть танки, могут быть мортиры, там, присты. Не, почему... Могут быть и танки. Потому что Соло Варден, она, как бы, против танков не очень хорошо работает. Мягко говоря. То есть, по-хорошему, если ты видишь два воркшопа, или знаешь, что человек любит играть два воркшопа, у тебя уже на этот момент должна быть панда. И она должна крепиться до третьего. Иначе отбиваться вы задолбаетесь просто от танков Варденки, потому что она же не... Ой, странное дерево. Оно не выкапывается просто потому, что знает, что рядышком находится противник, и просто убьют быстро. Как же СОК контролит просто ситуацию? Там поменяли, видите, местами. Пусть вас не дезинформируют, что у Элис, типа, 1700 на руках. Они неправильно разместили просто портретики. Вот если еще левее посмотреть на выше, это статистика СОКа. Вот. Ну и как бы это логично. Он сидит на лимите 50. Он делает максимальный просто... Максимальный тег. То есть там кассл, производственные темы. Если там продакшн включить, наверняка у него грейды делаются в Блэксмессе. Да, и танки пойдут. Да, танки. Угу. Ну, очень красивый. Эй, ну не рассыпайся. А, это у Бэк-то Уоркрафт лагает стрим. Точнее, у них лагает китайский стрим. Ничего страшного. Так, так, так. Ну, пока Эльф пытается штурмануть воркшоп, он понимает, что, ну, что, скорее всего, здесь будут танки. СОК пытается, ну, судя по всему, успешно отменить... Слышите, да? Угу, да. Бывает. Можно попробовать с Теда посмотреть. Да, ё-моё. Угу. Давайте с Теда посмотрим, потому что, ну, здесь прям лаги-лаги-лаги. Йо-йо-уша! Тед как бы не просто владеет каким-то там рестораном в Китае. Не просто когда-то топовый игрок за Undead'ов. Но и чемпион мира, по крайней мере, по версии World Cyber Games 2010-го года, какого, не помню, или 2011-го. То есть, товарищ умеет играть? Последнего? Не, не последнего. Последнего ЦГ вообще был хумановский финал, там, типа, инфи... Ну, забейте, последнего ЦГ это не тот. 2012-го днища, Артурчик говорит. Хорошо. Спокойно отбивается Маутен Кинг, его заливают маной. Варька получает пятый, правда. Там есть Палыч, там есть Бладмейдж. Выходят первые кони. Ну, ставчик нужен. Ну, или паладин от лечения. От блин кинулась... Слушайте, а тут можно и... А, Дирижаблю спас Маутен Кинг. Нет, всё нормально. Всё нормально, там наверняка где-то уже танчики должны беспокоить эльфа. Странно, что этого нет. Ай, слушайте. А сок-то даже не начал производить, он всё ещё сидит на лимите 50. Очень... Очень опрометчиво. Выходит сейчас. Прям... У него было на руках 2700 голды. Представляете? Так, петухарня пошла. Точнее, иншентов винд. Ну вот. Харасит здесь танчиками. Соло-варден против танков. Ну, что она сделает? Ничего у него не работает по ним. Сейчас, может, даже сок будет играться с ним. Смотрите, вот вместо того, чтобы пойти там на параллельный какой-то харас... Ну, обычно там танчики в одно место, а другая группа в другое. Даже немногочисленные. То есть это можно даже героем и составом делать. Он уходит в правый верхний угол. И... Ну, это вообще классика. На самом деле это классика. Это правильно так делать. Ставить третью базу, когда... Когда у тебя поехали первые танки. Потому что... Обычно эльф не может ничего с этим сделать. Ну, если он там не доминировал всю игру до этого. А он должен был доминировать. По крайней мере, на Т-2 он должен был доминировать. Вот. И в результате часть армии эльфа занята тем, что отбивается... Вынуждены отбиваться от танков. Варька на своей привычной роли харасит рабочих. Но поздновато харасит. И в это время абсолютно спокойно крепится сок. Ему нужно подтягивать своих... Своего второго, третьего героя по уровню. И параллельно еще делаются вышки. Полный контроль. Что там... Тед очень часто говорит спасибо. Ставит сердечки. Видимо, там... Его активно поддерживают. Вот лимит... 64. Это атака от Сока. Она для того, чтобы своих... Ну, помочь танкам. Чтобы они там смогли... Напрячь экспанд. Но вынуждены телепортироваться. Танк один падает. А здесь тоже танки развалились. Ну, грамотно, кстати, Элис отбивается. Посмотрите. Там справа, на эльфийской базе, танки были мега битые. Но то, что эльф и там, и там успел отбиться, это ему большой плюс. Ну да, по-хорошему, он не должен выпускать противника на третью базу. Потому что с ней сделать ничего не получится. Если там 5-6 вышек уже будет, они догрыживаются. Но в теории шансы еще есть. Потому что это все-таки ТС. И есть еще база для эльфов в левом нижнем углу. И есть пока Варденко живая. И меня смущает тот факт, что у Сока закончились деньги. Понятное дело, что он инвестировал довольно много в эту третью базу, справа, в вышки в частности. Но экспанты еще не работают. Тут свеженькие трупы. Да, можно отключить эту штуку с комментариями. Но нужно сначала выключить. Не переводить. Вот так вот можно сделать. Достраивает экспант. Ну, Сока все равно у него колоссальные преимущества. Во-первых, по героям. Он собрал гораздо больше нейтралов. Варьку не сильно подкормили. Хотя вот Димка третий меня смущает. Он успел подняться именно вот в этом сражении, видимо, на экспанте эльфийском. Потому что прокрепиться ему тут особо негде было. Нормально. Да, Дампер, мне в общем тоже показалось, что Сок тут на ошибался, расслабился. То есть у него такой перевес был. И по технологиям, и по экономике. Но когда у тебя 50 лимита и почти 3 косаря на руках, это уже даже не 80 лимита. То есть обычно выходит в начале 2к. Ну, типа там, как только ты к 2000 подходишь, начинаешь выходить из лимита, и к 80 у тебя деньги заканчиваются, если две базы работают. Кажется так приблизительно. То есть, а он передержал. А это время, которое, в общем-то, было выдано эльфу. Возможно, Сок особо и не беспокоился. Может быть, ему и комфортнее играть в такой мега лейт с тремя базами. Может, он не хотел в тот момент эльфа убивать. Ну, ладно, посмотрим. Варька снова будет сейчас влетать на мейн. Но что-то ее в самый последний момент заставило развернуться и передумать. Может, дирижаблю. Вертолетики занимаются каким-то бесполезным делом, на самом деле, под демон-хантером. Так, а МШ, Варька в карасе. Вот сейчас доживет Варька до шестого. И можно, в общем-то, будет затягивать и ставить третью базу. 74 лимиты одинаковые. Такое впечатление, что у Сока вот мега просто отработаны первые, там, не знаю, 10 минут. Но в тот момент, когда надо было проявить агрессию и эльфа убить, используя то колоссальное преимущество, которое он получил, благодаря тому, что поставил базу, ее совсем не харасили. Он еще там поподрезал, сам подхарасил. Решил в определенный момент проявить какую-то пассивность, видимо. И эльф уже так сражается на равных, точно. Если там от танков удастся отбиться... Да, ну это классная тема, когда танки в одной стороне. Армия тебя вроде как отступает от тебя, но потом, как только ты начинаешь возвращаться, снова вступает в бой. Неплохой Берн. Ставлют коней. Варя, Варя, Варя прожимает ТП в последний момент. Экспонт живет. Сейчас падет еще один... Танчик, парочка вертолетов? Ну, армия, альянсы здесь. А почему сок не тыкнул в экспанта? Ой-ой-ой, такая ошибка, а. Куда, зачем за этими... Это... Представь... Я не понял. Уважаемые эксперты, расскажите мне, пожалуйста, почему после телепорта эльфа сок не пошел и не тыкнул в эксп? Почему он не пошел и не тыкнул в эксп? Зачем бегать за дрядами? И экспант выстоял, и шестая Варден... Что? Там не хватало, там... Видели, сколько ХП было там? Пограничное значение, типа, 150-200 хитов. У дерева было. То есть оно там держалось. Сок без ТП. Ну, магазин-то под боком. У тебя три героя? Какие проблемы? Нет, не аргумент. Ну, то есть аргумент, но... Как-то неубедительный. Блин, и после такого... После такого можно и залить каточку. Ну, Варден, шестая. И она шестая, не соло-героя причем. То есть там Димка на подкрепе этого есть. Смотрите. А Дима третий, с вторым моноберном. Он уже... Может Маутен Кинга нейтрализовывать. Как? Не понимаю. Кстати, вот это вот не понимаю, возможно, тоже из-за... Из-за новой графики, потому что не всегда правильно оцениваешь то, что происходит на экране. Ну, вот в частности, когда эльфийскую базу били. Там вроде как один танк, другой умер, где-то 8 вертолетов. Но столько шкал здоровья было одновременно, что я не понял, к чему относятся... Ну, я не на 100% уверен, что у Дерева было там 200 хитов. Что это именно шкала здоровья Дерева была. Столько всего на экране происходит, непонятного, что... Так, ладно, еще одна битва. Маноберн от Димы. У Димы тут же высасывают ману. Мортиры с картечью стреляют. Но тут вопрос к Вардену. Варден врывается, делает ульту, минус мортира. Димка сейчас могут убить. Став! Став на Диму. Бладмейдж очень битый. Его лечат, и он телепортируется. И... Понимаете, когда появляется у вас уже ульта Варден, это сильно добавляет проблем Хуману. Сок и до этого сражений не проводил однокалиточный, то есть эльф не просто еле-еле отбивался, он реально давал бой. А когда Варька еще прожимает ульту, то с первыми же трупами стабильно начинает наноситься урон. Ну, она с руки, конечно, еще наносит, там, милишный, в районе, там, тридцатки, наверное, двадцать, сколько-то на тридцать, сколько-то. Вот. Но самое главное, что бесячий Spirit of Vengeance с пирсинговым уроном, с которым ты вообще сделать ничего не можешь. То есть тебе нужно убивать аватар, на который у него действует молоток, который сам по себе жирный. И аватар, либо тебе удается каким-то макаром окружить конями, потому что эльф тыкает, и попытаться его завкусить, что тоже, кстати, иногда не самый лучший вариант, потому что, ну, эльф же не будет стоять и смотреть, как аватаров венжинс убивают, армия, там, наносит какой-то урон. Вот. Поэтому шестая Варя, это прям... О, там, с запасом рабочих настроили. Все уже, лимиты равные, и у Элис уже есть преимущество. Просто потому, что экспант у него был поставлен позже. И, соответственно, сейчас у Сока время ограничено. Ему вот эта вот левая нижняя нычка очень прям нужна, потому что его natural expansion будет... Он закончится гораздо раньше, где-то минут на восемь раньше, чем у эльфа. Клэп шикарный от Mountain King'а. Третий Клэп у МК. Варька под АМШО и уже в мартирах. Светоключение вынужден юзать первый сок. Еще один Клэп. Стафает юнитов. Медведи красные, конечно. Варя тоже немного красненькая. Так. Но у нее есть мана. Варька стафается. Медведи тут прям массово умирают. Один, второй, третий, четвертый. Медведь минус. Третий Клэп просто разрывает на части. Варя возвращается. Очень долго он так менеджерил. Варька не дала. Что? Варден возвращается без здоровья абсолютно. Чем он там занимался? И только благодаря ульте. Посмотрите, сколько авторов венжин здесь. И они дпсят. Маутен Кинг отступает. Им, кстати, тоже плевать на эти две вышки построенные. А, в это время еще атака танков от Сока. Сок хоть и отступает с красными конями, но он там реально напрягает экспант. О-о-о-о. Заставил дерево выкопаться. Два танка с вертолетами давят. Так, Сок говорил, что победит самый красивый. Ну, Тед, судя по всему, будет побеждать в этой игре. Так. Третья база с Мунвеллами здесь. Видимо, Мунвелла просто на мейне танки поубивали. И пришлось... Но эта база очень важная. Мунвелла правильное решение перестроить в том месте, за которое ты должен сражаться. И продолжает давить. Посмотрите. Танчик убил, но вертолеты продолжают бомбить. Минус Магаз. Это же Магаз был, правильно? Магаз. Два ова топают. Ситуация для эльфа все-таки крайне сложная. Вы посмотрите на лимит. Он разменялся хуже значительно в том сражении, чем... чем Хуман. Варя страдает, ловит молоток. Похоже, все-таки сок выправляет ситуацию. Ну, это Варя, которая вернулась на персоналке. Она там пробыла, наверное, секунд 10. Я думал, ну что она будет делать? Ну, все, сейчас будет... Наверное, после Мунвеллов успела зайти в магазин, там, отрегенит Ману. Она возвращается абсолютно пустая. Только разве что Ману действительно успела где-то там отрегенить. 54 лимита на 78. Циклон. Ничего себе циклон какой тайминговый. Клэп отличный. Став, став. Медведь падает. Нет, став на медведя. Ну, и танки давят. Вот это самое неприятное. У тебя там инкома почти никакого нет. Ой, минус... Нет, не минус Дима. Хорошо отконтроливает Элис. Старается. Но Варя с Инволом... Нет, не с Инволом. Это Палыч с Инволом. Я Варю с Палычем. Ну, у них плащи, они непонятно. Вот, кони давят. Аувы пытаются помочь, но... Ну, тут МК. МК. МК не остановить. Его постоянно заливают маной. Сейчас молоток туда, молоток сюда. Медведя подрезали. Сейчас в Варьку прилетит молоток, видимо. Молоток в Варьку. Нет, она успела сблинкануться. И вертолеты бомбят. Мультитаск очень хороший, демонстрирует сок. Эльф все-таки в очередной раз отбился на экспе. Но два косаря на руках. 75 лимита на 42. Нет, это определенный 1-0 в пользу сока. Минус Виспы еще пришел, такой клэпнул. А став не на КД, он СМК живой, нет? Живой, нормально. Сколько вертолета импекта вообще внесли за всю свою жизнь? Он их сделал штук 10, наверное, за всю игру. Но они столько урона нанесли. Плюс еще разведка попутная. Игроки, ладно, какой хрен нам вебка комментатора? Слушай, ну я могу еще одного комментатора добавить. Нас будет четверо. А если серьезно, мы делаем рестрим стеда, потому что у Back to Warcraft, у которых клинфит, у них он лагал. А здесь все ровненько. Да, сок все-таки вырулил. Один вертолетом горит. Эй, ай, недоконтролил. Сейчас второго. Грамотно Элис сделал. Послал через шифт. Протыкал, не поленился. По самым битым вертолетам. То есть он реально... Начал с правильного вертолетика. Они просто через атаку отправил. Шедра мучается, пытается отбиться от танчика. Но у него хороший милищный урон. Но все не так просто. Экспанды нет у эльфа. 45 лимита на 78. Глобальная задача у Сока это не выпустить эльфа на третью базу. То есть там потихонечку делать вышки отличная идея. Стоять, халдить, брать измором. Все, а если у эльфа не будет вот этой вот второй базы, это самая ценная шахта, которая в левом нижнем углу осталась. О, окружили. Spirit of Vengeance. Как она танкует? 1200 хитов. Просто там 4 коня, 2 героя, еще кто-то стреляет. Танчик убивает Moonwell. Двигается дальше. То есть ты не можешь спокойно с базы выйти. При этом как бы нужно думать о будущем. Нужно думать о... И еще два танка. Пятый, правда, демон-хантер. Падает Магаз. С этой стороны подшатывает немножко сок. Ой, могут убить же дирижабль. Нет, он был полностью здоров. Все, и по сути выиграли время. А тут уже вышки догрейживаются. И что делать эльфу? Ему нужно эту вот кучу штурмовать. Да, деревья могут помочь. При этом его постоянно могут возвращать на экспант танки. Пара танчиков, и опять ты отвлекаешься для того, чтобы оценить ситуацию. Кто там дропнулся. Отправить кого-то для того, чтобы это подконтрить. Выделить виспов на починку. Выкопать дерево. Сажать елку. Это же дофига, блин, микродействий. А тебе нужно при этом еще штурмовать противника. Все, недоконтролил. Минус шахта. Это минус 600 голды. Недобитый. Недобытый. Недобитый эльф. Это финальное сражение, где отдается эльф. Вынужден отдается. Он понимает, что просто нельзя эту шахту Хуману отдавать. Но он уже как бы отдал. Шестой уровень. Пишем ГГ, выходим. Все понятно. Но масса вопросов по игре. Во-первых, ни черта не понятно рефоржит графика. Во-вторых, сок настолько идеально просто. Не то, чтобы он идеально начал. Эльф абсолютно ничего не сделал в начале. Не убил ни одного раба. Не похарасил. Он отстал по всем фронтам. И тем не менее, сок выходит в Т3. И не торопится. У него на руках почти 3 косаря. 50 лимита. И... Блин, как неудобно все-таки здесь. То есть, представляете, вы приходите на страницу канала, и вам обязательно нужно проскролить вниз. То есть, это стриминговый сервис, да? И плеер такой еще не на фуллскрин. Хотя вот здесь вот лучше. Видимо, он заходил на страницу, где плеер размещен. А вот это вот уже больше похоже на правду. Такой чат вообще крутой. Ничего не понятно. Попробуй основной канал. Спасибо большое. Хамит. Да, кстати, у нас в чатике проводится... Проводится раздача ключей. На этот раз даже не на месяц, а на 3 месяца. На все каналы. Поэтому обращайтесь к помощникам. Я 300 ключей выдал. Приходите, регистрируйтесь. Если вы синевик, то у вас больше, конечно, шансов. Поэтому обращайтесь к товарищам, у которых щиты перед никнеймами. А у Джоки не щит. Пишите в личке, кому не досталось говорить Джоки. Но у него тоже подписка на GG+, поэтому иконка соответствующая. Всем добрый день, друзья. Все, кто присоединился, здравствуйте. Сегодня начинается замечательный ивент с огромным призовым фондом. Для Варкрафта 70 с лишним тысяч долларов. Особенно для онлайна это очень много. Но мероприятие проходит онлайн вынужденно из-за того, что... Ну, лето 2020 года, коронавирус. Это особенно для тех, кто там на ютубе спустя 5 лет там смотрит или 10 лет пересматривает. Ситуация такая, что это первый ивент, который проходит из VGL. Нет, были там всякие квалификации онлайн, части и другие турниры онлайн. Но вот мейн-ивент, насколько я помню, это первый раз, что проходит в онлайне. Участвуют 16 лучших игроков. Забегая вперед, хочу сказать, что из наших есть только Fogich. Он будет играть завтра. Happy отказался, если я правильно помню, от участия, потому что это онлайн. Вот. Ну, остальные наши товарищи участвовали в отборочных, но, к сожалению, не прошли в финальную часть. Формат турнира очень классный. Игры будут проходить на протяжении недели. Сегодня первый игровой день. Они будут начинаться, скорее всего, также каждый день где-то в районе обеда, в час дня по Москве. И каждый день нас будет ждать 4 матча. Сегодня первые матчи группы А и Б. Завтра будет, соответственно, С, Д. В группе Д будет играть Foggy. То есть он будет играть завтра. Система проведения — это групповая стадия. 4 группы по 4 человека. Они играют внутри группы по... Ну, по китайской, по корейской системе. Короче, внутри группы стандартный Double Elimination без суперфинального матча. То есть, по сути, они играют полуфинал верхней сетки, полуфинал... Ну, два полуфинала верхней сетки. Потом финал. Победитель финала верхней сетки выходит из группы на первом месте. А человек, который выходит, побеждает в финале нижней сетки, выходит на втором месте. Как-то так. После этого 8 человек, то есть двое из четырех групп, образуют плей-офф, где уже играют БО-5. И с плей-оффа они уже все, кажется, в призах. То есть призовой фонд раскидан на 5 мест. Повторюсь, призовой в размере 71, где-то 1000 долларов. И победитель получает почти половину. Там 33, что ли, косаря. Что очень жирно. Ну и весь... Здесь весь топ. Здесь Moon, здесь Lean, здесь Fly, Infi, 120, Focus. Все, просто все. Поэтому запасайтесь временем. Знайте, что на протяжении предстоящей недели, повторюсь, начиная с этого дня, 7 дней Warcraft. Первое место половина аккурат. 35 339 баксов. Ну, такие странные цифры, потому что оно же все в юанях конвертируется в доллары. Для того, чтобы понятнее было нам. Видимо, по актуальному курсу это 35 тысяч долларов. Я пытаюсь быстро конвертнуть. Это порядка 2 миллиона 300 тысяч рублей, да? Получается так где-то. Я не помню, какой курс точен. Приблизительно на 7 умножил просто и все. Тогда 2,5. 71. Ну, больше 2,5 миллионов рублей. Наверное, будем смотреть на азиатских, смотрите, комментаторов. Тут знакомый нам товарищ в очках справа, очень серьезный. Он не улыбается. И, конечно же, слева девушка, бывшая девушка одного из товарищей в чате, как мы выяснили, 2 голды назад. Вот. Ну, и она, естественно, не просто радует нас нарядами каждый раз, но и может катнуть любого из чатика. Ну, за исключением Хавка, естественно. И Сокола. Эхо Айлс, Нодан Айлс и Теренас, на котором мы уже сыграли. Ну, сейчас будет Эхо, потому что, видите, это выбор Элис. Давно началось? Троянский конь, привет. Не, началось недавно, меньше часа назад. Поэтому... А вот если мы говорим о Бо-3, причем Бо-3 не... Ну, 4 матча Бо-3, плюс пауза. Это же реально, мы будем с часу до 8. И главное, что играют не... Это не просто каточки в ладере какие-нибудь, да, или на онлайн-турнире. Здесь же будет нетипичная длительность матча. То есть нестандартные там 12-15 минут. В среднем здесь игры будут минут 20, а то и больше. Это логично, когда мотивация высокая, играют не просто дефолтные игры, но чаще выходят в лейт, больше сопротивляются, тянут иногда не специально, а пытаясь выправить, казалось бы, безвыходную ситуацию. Или, например, играют нарочито надежно для того, чтобы, ну, без каких-либо рашей, просто... Короче, я думаю, что здесь катки будут в среднем 20 плюс минут точно. О, спасибо за ключик на хаб с подключением. Или с этой мужикой, или бабой, или не определилась. Это азиат, судя по всему, юноша. Есть интервьюшка с ним. Вот. Пожалуйста. Да, но есть странные ощущения. Ничего такая, пишет XDE. Трюю с Алисой, ожидание и реальность. Да, Алиса у нас просто знает очень много. Алиса еще задолго до появления яндексовской Алисы появилась на ГГ, и ее задача — следить за порядком. Это разработка нашего замечательного ведущего программиста Павла, он же Локи 7. Он создал ей профиль, он выдал ей роль, закодил ее как надо, сделал админку для модераторов, которые начали пополнять ее словарный запас. И Алиса сейчас владеет огромным количеством нецензурной лексики. Она ее сама не использует, и производные, соответственно, самые разные. Но очень лихо работает. Причем она работает, кажется, и в комментариях предупредительно, и в чатике. И она сразу, как правило, не банит. Она выносит предупреждения, там несколько предупреждений, может быть. То есть она очень, очень большая умница, делает так, что чатик у нас... Ну ее же легко обмануть, говорит Турин. А вот если кто-то будет обижать Алису, мы его покараем. Вот, поэтому, конечно, можете немножко поэкспериментировать, но знайте, что обижать ее не стоит, испытывать терпение не стоит. Там что-то хэппи, мун наверху. Но хэппи еще нет. Его решение... Ну, ивент проходит в онлайне, и, соответственно, есть преимущество у азиатских игроков. А если вдруг речь идет о каких-то мэчапах, каких-то противников, которые... Ну, которых ты прямо переконтроливать должен, или даже если, типа, не ошибается какой-нибудь лин или фокус, то с пингом, видимо, шансов совсем никаких нет. У тебя в плей-оффе все равно призы, и ты же не знаешь, куда попадешь, в какую группу. Вдруг там эльфы одни будут... Когда вы помирились с хэппи, мы не мирились с хэппи. У нас на том и остановился диалог, что он весьма нелестно отозвался о сайте, о комьюнити. А я это воспринимаю как личное. И, в общем, не, я не грубил. Я не такой. Переписку показывать, естественно, не будем. Вот. Грустно. Трендский конь. Ну, конечно, на ютубе запись будет. Во-первых, я локалку делаю. Во-вторых, рестрим же идет на ютуб. Поэтому там же запишется все. Спасибо за ключ, говорит Иванг. Хорошо. Привет, Виваби. Здравствуй. Ой, хорошо, кстати, сейчас было. Неплохой был блог. Хотя, ну да, по сути, они разменялись рабочий на рабочий. Просто Элис сделал так, чтобы нейтралы не добежали до дерева. Потому что если бы это произошло, пришлось бы брать еще одного виспа, и дерево бы достроилось немножко битое. Как же вот, я не могу понять. Это особенность такая, что при переключении на дерево, которое строилось и достроилось, у вас сразу текстуры вылетают сверху вниз быстро. Это как? А можно в двух словах, что ему не понравилось? У нас стандартная процедура, что мы корректируем сумму, стримеру пересылаем письмо от PayPal о том, что у них такой запрос. И до момента, когда... Там можно, конечно, оспорить операцию, но это может занять несколько месяцев. И, короче, по процедуре у нас тема, что мы сначала эти средства блокируем и возвращаем, если удается вернуть на счет потом, ну или не возвращаем, если покупатель доказал или там... Ну, короче, смысл в том, что ему не понравилось то, что мы те деньги, которые запросил человек, который его поддержал через PayPal, мы у него отобрали. Назвал сайт помойкой и ливнул. Вот. После этого я попытался разделить императора игрока и императора человека, но не мог отделаться от мысли, что мне просто неприятно комментировать игры Happy. Мы пободались немножко с PayPal, средства вернули, начислили, естественно, Дмитрию, нам чужого не нужно, но, естественно, никакого продолжения отношений, по крайней мере, до извинений. Короче, я испытываю до сих пор, как вы слышите, неприятные эмоции, вспоминая эту тему, потому что... Потому что не понимаю, наверное. Вот. Поэтому давайте не будем. Если есть интерес, почитайте тему на форуме, на ГГшном. Нет, деньги-то он вывел, конечно. А что? Деньги он вывел, ать... Почему бы нет? Так, карту выбрал эльф, и здесь снова Варден. Будет ли какой-то более удачный старт? В плане Хараса. Я не знаю. Объясни, почему тебе нравится играть в Диабло. Потому что там внутри, под капотом, очень интересная механика. Геймплей со стороны элементарнейший, кажется. Там, на самом деле, много фишек. Особенно если играть на Айронмене. Но самое главное, это то, что там внутри, под капотом, очень много цифр, механик, интересных тем. Ну и плюс Диабло первое, на мой взгляд, это безусловный шедевр, который время, как и многие игры близовские, старенькие, опередил по качеству исполнения. И у меня с 95-го года остались мега положительные воспоминания о первой Диабле. Так, ну, в отличие от ТСа, во-первых, здесь мы видим Архмага на Эхо Айлс, который все равно ставит экспант. Но тут можно, в общем-то, и в МК, и в АЭМа. Видимо, Сок решил по каким-то своим соображениям сыграть в АЭМа. Варя в это время не пошла на ранний Харас и умудрилась получить третий уровень. Ой, не удалось спасти. Как же недоконтраливает Элис. Сейчас вот спасает одного Веспа, но очень близко было все равно. Как с хоккеистами дела? В Верховный. Жалобу подали. Ну, идем дальше, короче, по инстанциям. Тоже есть новость. КХЛ интересная тема, можно почитать. Там мы выложили текст, жалобы, поднимали новость. Где-то неделю назад отправили документы, полторы недельки, и они где-то дней пять были приняты. Ну, уведомление соответствующее пришло. Так. Был неплохой Харас со стороны Сока. Я не увидел точно, сколько там было Веспов убито, но можно посмотреть по лесу. Ну, с лесом на самом деле у Элис вообще все хорошо. Видимо, там не такие большие потери были. Так. Не, Лайон Фогич играет завтра. Сегодня первые две группы. Но в отличие от ТС, здесь, скорее всего, Сок будет играть гораздо более агрессивно на Т2. Гораздо более агрессивно. Ну, перспектив не так много просто на Эхо. Играть 2 в 2 против эльфа. Ну, посмотрим. Варя забирает неплохо на маркетплейсе. То есть, по сути, карта маленькая. У вас есть две точки, которые вы можете, ну, за которые реально нужно драться. Потому что артефакты хорошо выпадают, и это как раз дополнительный опыт. Самая главная особенность этой карты это все-таки один магазин, за который, за свитки, в котором в лейте, особенно когда 2 в 2 идет игра, идет настоящая борьба. Но я не уверен, что дойдет до лейта. Да сок уже приходит пушить, смотрите, с троллями, с застройкой. Он даже не дождался особо второго тира. Что, 29 лимита? Блин, а что делает Элис? Что за халява? Я понимаю, что у него там Т2, лорницы строятся, бла-бла-бла, где юнитов это вообще? Он не выкупал никого из лагеря наемников? Он не строил арчей? Кроме стандартных? Не-не-не, это 2-0, друзья. Это 2-0. Да он халявит просто. У него на руках 750 голды, при том, что экспант он поставил позже. Что ты делаешь? Ни одной арчи. С барак он ничего не делал. Инволу вынужден езать. Не, ну не отобьется здесь просто. Он просто не отобьется. Алхимик помогает нейтрализовать урон, который Варька наносит ножами, но в целом экспант уже не работает. Две вышки грейдятся, футмены отзонивают всех там стреляющих при помощи дефенса, а Вария со вторыми ножами не справляется. И какие дриады. Короче, да. Просто абсолютно не готов оказался. Веспов здесь не было, элементали спокойно стреляют, он не отдиспейлил ни алхимика, ни этого, ни архмага. После потери этой нычки можно писать ГГ и выходить просто. Элис. Сглотнул сейчас только что, я увидел. Очень тяжело ему. Ну, это без шансов. Реально, сейчас можно выходить уже. Посмотрите на карту. Четыре шахты, три из которых заняты сейчас будут соком. И опять же, если бы это был не турнир с мега высокими призовыми, любой бы другой эльф, ну то есть, может быть, даже Элис в том числе, потеряв экспант, ливнул бы без каких-либо вопросов. Нету перспективы в этой игре абсолютно никакой. Нет ее. То есть, его меньше, экономика у него в три раза хуже. Ладно, из-за обкипа не в три, а в... Что там получается? В два. Чуть больше, чем в два. В два и один. По инкам он проигрывает. Все. Сок просто отступает к вышкам, которые ты с дриадами. Да даже с медведями будет сложновато пробить. Видимо, будет попытка сейчас от Элис нанести удар именно с риджувом с мишками. Ну вот, арба, медведи, сейчас, да, делается great. Не факт, кстати, что нужно пушить именно этот эксп. Но если он пойдет либо на мейн, либо хантерс холл восстанавливаем, то вообще Элис какой-то не... не унывает он. То есть, он реально думает, что еще сделает хантерс холл, который ему нужен только для грейдов, потому что лорницы отстроены. И еще грейды будет делать в перспективе. Не, это чушь, конечно. То есть, ну, вместо хантерс холл ты почти целого медведя получаешь. Это единственный шанс сейчас это продавить, просто выйти там из лимита, сделать 60 с более качественным лимитом, попробовать отвоевать эту базу. Вот там Варя какая-нибудь пятая, там диспелить виспами элемов ману, и за счет медведей прорваться, футменов развалить. Как-то так. Вот это хороший план. Он более реалистичный, так скажем. А играть в лейт против трех баз? Это каким наимным надо быть? Он построил хантерс холл и пушит, понимаете? Может, он хотел грейд на Мунвелла сделать? Вот ради него, может быть, и стоило восстановить. Может быть. Эля сидит на лимите 50. Я не знаю, что ему здесь делать. То есть даже несмотря на обкип, он очень сильно позади по экономике. Посмотрите на лимит, посмотрите на количество денег у Сока. У него 70, и косарь на руках. И что с этим делать? Правда, Сок продолжает троллейз. Видимо, боится, что его могут продавить. Там на экспант, кажется, армия эльфа идет. Возможно, сейчас будет персоналочка, если у него есть персоналочка. Сразу на свою армию и штурмовать экспант. Куда ты? Родная. Такая обеспеченная. Да, наконец-то нам показали эту армию. Медведя штурмуют. В общем, можно в размен идти. Какие проблемы? Идти просто, да, на базу к эльфу. Пока там медведи вернутся, можно половину базы разнести. Все, и Варька пытается здесь отковыряться. Ну да, они же последние ивенты на новой графике проводят. Вообще, в EGL запартнерились, кажется, с Близзами довольно давно с китайскими, кажется. Вот, и, видимо, их попросили. А может, это и решение их самостоятельное. Свито-ключение. Минус-магаз. Диспл-диспл, шестая ворота. Блин, да ладно. Как он огрызается. Сейчас с ультой может отбиться и экспанса. Что происходит? Как, как, как? я не... Не, ну, у Сока, как в прошлой игре, опять на руках там косарик полтора, лимит неполный. Не, ну, Элис, по крайней мере, экспант ушатал один. Теперь они играют два в один, а не три в один. И Варька уже шестая. Да, ё-моё. Это же выигрышная была. Это была выигрышная. Долго Сок, во-первых, шел до это самое, до... Короче, он пропустил медведя. Он пропустил армию, которая прошла... Его, типа, Варька отвлекала, но у тебя же есть армия. Варька очень хорошо выиграла время. Сок не решался выходить с экспандоса своего. И вот весь этот путь, который медведи проделали, он даже не сразу пошел на эльфа после того, как его начали штурмовать на экспанде. А в идеале, конечно, ты не должен выпускать армию противника со своей базы. То есть, он не должен через всю карту проходить на эксп без... Ну, без действий с твоей стороны. То есть, он выходит, ты подходишь с другой стороны. А варик, весь стрима, как же Монг? Монг, пока жив. Может, сегодня доиграем, если сила останется. Там уже конец второй сложности. Убер Диабло. А на следующем уровне. Сейчас, короче, уровень босс, уровень босс, уровень босс. Три последних левела в Диабле. Фух. Сорочку как раз против... Ой, как же, даже не доконтраливает. ё-моё. Отдал пристав в чистом поле. Ну, сорочку под контроль. Где ты находишься? Блин, сок, что он делает? Шесть с половиной уже, Варден. Во, перенацелил. Здесь видите, протектор тоже собрался из разных частей. Успел ушатать грейдящуюся вышку. Ну, Варден-то может и задолбать на самом деле. Да, да, да. Особенно, если тут одна вышка, которая сплэшем будет по своим бить ещё. Стреляет раз в полчаса. Но она мощная и очень плотная. Просто потому, что фортификейт у неё и здоровье вагон. Но урон там сиджевский, который хоть и мощный, по героям он сильно штрафуется. Теперь снова нужно отбиваться. Элис возвращается, ножи. Но тут столько мяса на самом деле у сока. Мясо в плохом смысле. То есть тут старые тролли всё ещё живы, которые от ножей могут поумирать. Седьмая Варден. То есть реально здесь можно накормить варьку. Хотя 75 лимита, блин, такое преимущество колоссальное. Не, здесь сок вроде как должен. Ну хотя ульта, 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 ульта может помочь. Телепортируется. свитки закончились, ты должен тпшиться, потому что ещё одни ножи и здесь всё разваливается. Класс. Но шансы есть. Потому что варьки бегать и харасить, ну это это праздник. Очень близко ей бежать. Хотя здесь миллион вышек, видимо сюда как раз ей не хочется бегать. Поэтому она бегала на на экспанд дальний. Баланс, говорит Хаммед. Ну, я не могу не согласиться на самом деле, потому что очень чётко видно, как игра меняется после того, как варьи получает шестой. Конечно, если бы вы играли за какого-нибудь, не знаю, соло Архимага и получали шестой, там тоже всё радикально меняется на определённых картах, по крайней мере. Ну, на больших картах. Но соло Архимаг, это он гораздо менее самостоятельный, чем Варден. она по универсальности, конечно, даст многим форум, потому что она и как антигерой может выступать, хороший урон от Даггера. У неё есть массовое заклинание. Она, в конце концов, и с руки неплохо бьёт. То есть, она агильщик, выступает Блэйду и Демон Хантеру по здоровью, по скорости атаки и даже по урону, но всё равно находится на уровне, ну, она очень сильна, на самом деле, по сравнению с Архмагом. По своим, ну, по суммарно, по здоровью, по армору, по урону, она по всем этим параметрам Архмага уделывает. Алхимик второй, свиток лечения. Вот Элис в идеале надо было свитки перекупать. То есть, деньги у нас есть. Свитки даже на лимите 50 выгоднее, чем построить юнита. Ой, не влетели в Алхимика ножи, на самом деле. А он рассчитывал, что после Даггера будет возможность его 75 лимита на 51, но битые медведи за медленные химерница справа стоит, ничего по себе. Химер я не видел. Экони the one, привет. Привет, привет. Выходят новые медведи. Есть брейкеры. Не хватает нам диспола. Пошла ночь. Вот если от этой атаки эльф отобьется, опять же, есть ульта, то, может быть, еще есть шансы, потому что ночь АМШ, Варька купила банку, нам не... Очень странно ОПС сейчас работает, как будто старого уволили. Так, Даггер отравлен на 250 в Алхимика. Все замедленное. Там рифлы, мортиры. Не, похоже, здесь эльф уже не справится. Да у него там треть базы уже снесли. ГГ. 2-0. Ну что ж, вполне ожидаемый результат по счету, но не по игре. Сок что-то намудрил в середине первого матча. То ли намеренно затянул игру, то ли потерялся в определенный момент, не зная, что делать со всем этим накопившимся преимуществом. Во второй же игре все было очень, очень логично как раз со стороны Сока. поставил экспанд, закупил мерков, провел разведку, увидел, какой тайминг у противника, и до Т2, то есть он как только получил Т2, то есть без престов, без там рифлов, просто с тем, что у него было там пять футов с дефенсом и какие-то мерки купленные, вот только появился Т2, он взял Алхимика и сразу пошел эльфа застраивать. При этом у эльфа, хотя эта агрессия довольно распространена, эльф оказался абсолютно не готов. Да, у него была четвертая варденка, да, у него были какие-то тролли, но по армии он дико проигрывал, у него не было ни одной арчи, хотя они там не сильно бы помогли, естественно, потому что футы с дефенсом все равно, вот, но по крайней мере он не выкупил огров солдатов, вот огры солдаты реально бы помогли, если бы он купил одного второго из двух лагерей, то у него были такие бы жирные хантрессы без дефектов. То есть, по сути, для того, чтобы отбиться, тебе нужно что-то сделать с футами, одна варден, очевидно, со вторыми ножами против алхимика не справляется, против футов ты рядами их не убьешь, дефенс, правильно ведь? Вот. А, слушайте, там надо было второго героя просто брать, эльф. Да, я понимаю, соло варден быстрее качается, там бонусы, бла-бла-бла-бла, он там выстраивал все именно от от варденки с соло. Но вот именно второго героя в той ситуации для того, чтобы отбиться от агрессии не хватило. Это мог бы быть тинкер с ракетами, это могла быть панда с дыханием, то есть что-нибудь, что добавило бы еще урона. Ну и, конечно же, огры-солдаты, которые, ну, по которым, которые хорошо пробивают футов для начала, да, и которые не такие дефектные, как хантрессы, то есть они не отлетают от троллей, от прессингового урона. У них нормальная, тяжелая броня. Много хп, деньги у него были, у него на руках, когда его пушили, было 700-800 голды. О, привет, привет, сок. А сок не слышно ничего. Ну, как он будет слышать, если у него наушники не одеты? Не-не-не, какие-то проблемы там. Послушаем. Перебивочек сразу. А мы все равно ничего не поняли бы на китайском, да? Класс. Я не знаю, в какой момент произошла подмена, когда нам вместо симпатичных девушек-ведущих дали какого-то не, ну, возможно, кто-то в чате и обрадуется такой замене, но я не знаю. Никого не спрашивали. Помните, там, каждый раз в новом платьишке такая, старается, рассказывает. А мы, во-первых, язык не понимаем, то есть нам толку от того, что он говорит, вообще никакого нет. А глаз он не так радует. в Оскре, привет. Ты бы перевел как умеешь. Возможно, позже. Гоу, голосование. Мужик не поймет, почему его попросили на следующий день не выходить на сцену, официальные организаторы. Там говорят, русские в голосовании провели. К сожалению, вы уволены. Сначала уволили Маркони, а теперь настала твоя очередь. Да, шутки про Маркони. А че, Маркони успешно?